Вчера парковка на Театральной площади Улан-Удэ, к удивлению прохожих, заполнилась почти сотней новых автомобилей. Оказалось, что это не филиал авторынка и не очередной автопробег. Просто в Бурятию прибыла рекордная партия машин для медиков. 91 «Ладу» и 5 «Газелей» купили в рамках программы модернизации первичного звена медико-санитарной помощи нацпроекта здравоохранения. Два автомобиля получает Закаминская центральная районная больница. Вы только что получили ключи. Как ощущения? Ощущения хорошие. Праздник, да. Новые машины, новая жизнь. У нас парк автомобилей, да, он уже немного устарел. В 2007 году многие машины уже на списание идут. Много уходит средств на ремонт автомобиля. Новые машины, конечно, сохранят бюджет города уже. Меньше ремонтироваться будет. С 2021 по 2024 год наша система здравоохранения должна получить 339 автомобилей. В прошлом году 85 автомобилей были уже вручены. Сейчас в этом году 100 автомобилей должно поступить. 91 уже поступил. И на вторую поликлинику еще 9 машин чуть попозже подойдет. Но в последующие годы мы уверены, что программа будет работать. Часть новых машин останется в больницах Улан-Удэ. Другие же отправятся в районы Бурятии. Каждая центральная районная больница получила свой комплект ключей. Да вообще классно, что получили мы эти три машины. Новая машина, что машина, как машина. Новая есть, новая машина, конечно. Дальше покажет, как она собиралась. Запчасти какие-то выставили. На театральной площади представили не только «Лады», но и пять новых карет скорой помощи. Вот реально машины будут помогать нашим жителям. Я хочу от души пожелать главное нашим медицинским работникам, нашим водителям безаварийной, без ремонтной езды на этих автомобилях. Уважаемые водители, будьте здоровы. Мы вам очень благодарны за ваш труд. В принципе, машина достойна и высота салона позволяет медицинскому работнику работать не, как раньше было, в полусогнутом положении, а стоя. То есть до метра восьмидесяти покойно. Когда мы проводим генеральные санитарные обработки салона машины, то когда вытаскиваем все медицинское оборудование, это получается достаточно большая гора. Так это образно говоря. Работать, работать и еще раз работать – это наша стезя. Тот помог, кто быстро помог. Оценил новое авто и глава Бурятии. Более трехсот машин всего будет приобретено. Так что работа продолжается. Продолжается строиться ФАПы, амбулатория. Мы девять уже модульных в этом году построили. И эта работа тоже продолжается. А как вообще обстояли дела раньше с скорыми? Ну, начало двухтысячных, середина – маленькая печаль, а сейчас вообще хорошо. Все равно приятно на новой машине работать, чем, так скажем, на подержанной, на старой, на изношенной.